Если жадность продолжает проявляться к возрасту 5-7 лет, это свидетельствует о некоторой дисгармонии и о психологических проблемах, которые прячутся за жадностью, которые необходимо решать. Чаще всего к жадному поведению приводят следующие проблемы. Во-первых, это недостаток внимания со стороны родителей. Такое происходит в неполных семьях, в семьях, где родители очень и очень заняты, а еще в тех семьях, где царит эмоциональная скупость. В такой ситуации любой подарок со стороны родителей расценивается ребенком как эквивалент родительской любви. И, конечно, этим предметом ребенок ни за что не захочет делиться. Второй причиной может являться ревность к братьям и сестрам, особенно с появлением младшенького в семье. Ребенок начинает понимать, что младшему, конечно же, уделяется больше внимания. А когда это маленькое чудо подрастет, то обязательно начнет ломать игрушки старшего ребенка и оставаться при этом безнаказанным. Иногда застенчивость и сложности в общении с другими детьми можно по ошибке принять за жадность. Это можно увидеть в детском саду, когда ребенок сидит в уголочке группы и обнимает свою любимую игрушку. Для него это единственный знакомый и безопасный объект. И, конечно, он не захочет его с кем-либо делить. Иногда склонность к бережливости тоже выглядит как жадность. Такие дети просто аккуратно относятся к своим вещам и не хотят, чтобы их испортили или поломали. Так что стоит понимать, что жадность – это лишь следствие некоторых психологических проблем. Поэтому помните, хороших людей воспитывают только счастливые родители. До скорого!